сейчас мы с вами спустимся на набережную города вентнер покажу вам тоже 1870 года постройки винта garden это зимний сад здание зимнего сада и она большинство времени закрыта я даже не знаю я там не было никогда судя потому что здесь написано вот видите take away chips fish and chips 8 фунтов похоже что здесь какой-то ресторан вот у него там открытые терраски еще один красивый вид сверху на набережную города вентнер это самое начало набережной мы с вами погуляем немного здесь набережная в городе вентнер небольшая она наверное нет и километра по протяженности метров 800 вот это так выглядит начало этой набережной очень красивый справа дом с часами как вы видите и город вентнер считается по климату наиболее теплым местом и здесь как раз в городе мы с вами гуляли много раз вы наверное замечали что именно в городе вентнер огромные пальмы и их очень много здесь вот эта дорога с серпантином она не кажется очень уж очень крутой но вы знаете или я такая боегуска я по этой дороге ездить не люблю и боюсь вот смотрите как сейчас будет спускаться машина вот дорога узкая и довольно таки крутая на мой взгляд вот этот серпантин плохая видимость и не знаю я мне не нравится по ней ездить я стараюсь как-то избегать таких вот крутых спусков и подъемов надо сказать что набережная города вентнер на мой взгляд она не представляет собой ничего особенного и каких-то красивых здесь построек красивых отелей расположенных на берегу вы не увидите меня всегда вот это удивляло немного даже но вот это так что-то я иду здесь по дороге едут машины и я наверное думаю что я зря здесь пошла мало того что дорога узкая еще и я мешаю я подошла поближе к этому дому красивому вот написано вилла сант августин 1843 год постройки это считается новое здание давайте посмотрим что здесь написано это ресторан и это отель 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 нет номеров извините еще один красивый вид на зимний сад белое здание которое я вам только что показывала ну вот пожалуй вот этот вот угол набережной вентнера представляет наибольший интерес можно пройтись вот по такой тропинке а можно по крутой лестнице спуститься на набережную вид на набережную самое начало фонтанчик этот фонтанчик с питьевой водой но сейчас все закрыто здесь и он не работает отключен опять же в связи с коронавирусом сейчас спустимся совсем к самой воде мы посмотрим у нас опять довольно тихо сегодня но очень большие волны может быть будет интересно по обратите внимание опять вот эти вот часто используются старые якори огромные с каких-то кораблей старинных они используются как памятники теперь вот видите какая коротенькая это набережная города винта вот там уже даже не вот за тем мысом а вот здесь вот белый последний большой двухэтажный паб это уже конец набережной опять бушующий океан и просто наслаждение друзья смотреть на эти волны и слушать шум прибоя мне тут кто-то написал что да ну так все серое уныло вы знаете к сожалению вот моя камера как-то иногда экран темнеет и не показывает на самом деле здесь не так уж серое не так уж уныло хотя конечно солнышко там у нас скрылась и небо в тучах но тем не менее очень красиво очень вдохновляет вот посмотрите молодежь резвиться на волнах для меня отдых у моря прогулки вот таким набережным это просто для души рай посмотрите там кто-то на доске пытается плавать но это далеко вам наверное не видно давайте мы с вами пройдемся по этой набережной и посмотрим обратите внимание вот на этот вот двухэтажный дом довольно большой как вы видите все закрыто и он полуразвалившийся уже может быть наверху кто-то продолжает жить вот там на втором этаже на первый этаж полностью уже не приспособлен ни для жилья не для магазинов я помню этот дом он стоит закрытый наверное больше десяти лет и постепенно разваливается приходит в упадок и это именно на центральной набережной туристического города вот вы знаете вот а я не могу комментировать даже я не могу объяснить потому что неужели на самом деле никому нет интереса чтобы здесь организовать какой-то ресторан какой-то кафе или даже какой-то магазинчик сувениров потому что это считается на острове место очень популярная для туристов для меня непонятно почему люди не вкладываются почему не покупают почему государство не делает какие-то скидки чтобы людям продать дать какой-то кредит чтобы развивался город почему-то видно вот очень много таких брошенных домов именно здесь на набережной города вентнар я если мы сейчас с вами дальше будем гулять и я вам покажу дальше сколько здесь таких заброшенных домов вы знаете может быть даже это связано с тем что на набережной очень дорогая земля и невыгодно может быть платить такой огромный налог на землю называется ground рент возможно из-за этого не очень торопятся люди какой-то здесь устраивать бизнес и покупать но тогда наверное должно государство как-то следить за этим и контролировать мониторе цены в общем для меня вопрос непонятный но я не буду вас заморачивать друзья конечно же вот посмотрите все равно какие-то дома строятся вот посмотрите белые двухэтажные ой господи многоэтажный раз два три четыре пять шесть шесть этажей новые недавно построенные да и вот эти два рядом тоже новые новые гостиницы и апартаменты мне мои благодарные зрители а их у меня немало пишут что так приятно слышать шум волн вот этот шелест горы гальки и что кажется просто эффект присутствия я очень рада если это на самом деле так и если вам доставляет тоже удовольствие слушать шум волн и смотреть на вот эту вот шикарную стихию вы знаете наверное те кто пользуется мобильными телефонами тоже имеет вот такое вот приложение в своем телефоне которое иногда напоминает что происходило с вами год назад два года назад так сказать такой дневник специально для нас ведет наш шпион карманный шпион который за нами шпионит наблюдает и знает всю нашу жизнь так вот этот карманный шпион показывает иногда что происходило 20 февраля прошлого года позапрошлого или пять лет назад и мне конечно же выскочила тоже у нас сегодня 20 февраля 21 год я сегодня утром получила оповещение со своего телефона что 20 февраля 20 года я ходила по городу Паттайя в Таиланде и там еще у меня есть видео где я кушаю суп там ям вы знаете мне как-то так взгрустнулась друзья просто невозможно и я вспомнила то что в позапрошлом году я тоже была в Таиланде а вот в декабре месяце позапрошлого года я была так подождите в позапрошлом или в прошлом вот видите уже мне напоминалку не включили я уже тоже запуталась но я была в Португалии вот еще год назад я была дома у себя на родине на Дону тоже есть у меня такие видео вот эти все напоминалки мне показали мне сказали о том что я уже наверное 5 зим здесь в Англии не зимовало я все время старалась куда-то уехать я также была в Тенорифе Пуэрто де ла Круз в сентябре и в октябре месяце по моему 18 году так вот как-то мне стало так грустно что я осталась в 20-21 год зима осталась здесь на английском берегу поэтому я стараюсь как могу конечно быть на позитиве но не получается я даже вот физически чувствую по своему организму что мне сейчас катастрофически не хватает фруктов овощей именно того что я два месяца ела в огромных количествах когда я была в Паттайе в Таиланде там же эти фрукты овощи какие хочешь все это я ела каждый день в огромных количествах ну и также смузи конечно тоже пила вот и наверное вы знаете даже уже мой организм требует этого потому что я вот сейчас не могу себя ничем здесь успокоить я не могу понять что мне не хватает но мне чего-то не хватает скорее всего что именно не хватает витаминов и привычного солнышка моего а также моих многочасовых заплывов в сиамском заливе такая жалость друзья очень жалко вот этот вот сарайстого вида домик посмотрите написано он основан 1830 году и он до сих пор здесь жив здоров стоит кто-то мне опять может быть там напишет и скажет что как можно такая убогость ой-ой-ой как это все ужасно как можно так жить а вы знаете а мне нравится я удивляюсь как можно было сохранить вот в таком первозданном виде вот этот вот деревянный сарай как они относятся с любовью я же говорю к своей старине и что многие те кто знает понимает и разбирается даже специально ищет вот такие вот уезжает куда-то в африканские страны куда-то в заброшенные уголки нашей планеты чтобы именно вот в таких хижинах у самого синего моря и жить ну а кто не понимает я сожалею каждому свое конечно я показываю вам вот эти вот секуленты да называются какие они огромные здесь это такая же как у меня росла на подоконнике здесь вот даже такой прибор который показывает приливы и отливы видите там наверху север юг восток и запад стоит флюгер как говорила моя знакомая красота кто понимает здесь вы можете купить какой-то кофе на вынос чай сок кока-колу и можете взять какие-то прогулочные лодки покататься на волнах и вот он еще один долгострой еще одно разрушенное здание в центре набережной вентнар она стоит здесь вот в таком виде много-много лет это то что я вам только что сейчас рассказывала и поясняла посмотрите очередь за мороженым потому что у нас сегодня суббота и гуляет людей довольно много здесь хотя я ехала сюда мы с вами приехали на автобусе и вы видели что автобус был пустой вот и все я постояла с вами мое видео мой рассказ длился не больше 15 минут пришла очень медленным шагом останавливалась и я уже дошла до конца этой набережной вот там видите в конце вдалеке поехала серая машина наверх там точно такой же подъем центр города с набережной здесь конец малюсенькой набережной вентнар сейчас я с вами дойду вот до этого здания в конце набережной это отели новые вот там дальше по моему жилой дом подошли вплотную к живописному пабу тоже любимое место туристов вот пираты конечно же а здесь посмотрите римлянин римский какой-то воин я не могу даже не разбираюсь сказать вам какой-то век но то что этот остров осваивали и жили на нем в римляне это известный факт к сожалению здесь вообще все закрыто очень основательно видите хотя может быть ну даже если я зайду в эту в эту калиточку то дальше скорее всего мне уже не пройти до закрыта здесь закрыта чтобы вам зайти и показать по моему нам и отсюда можно все это рассмотреть посмотрите одноногий пират с попугаем наверху капитан с подзорной трубой украшаются такими маленькими флажками азбука морза или как она называется и здесь открытая площадка ресторана классное место жаль что я не смогла до конца дойти показать вам там от угла тоже очень красивый вид часто с мужем мы здесь в этом пабе обедали но здесь вы знаете как-то я бы не сказала что уж так они хорошо готовят фишн чипс обычно заказывают либо фишн чипс либо какой-то стейк биштекс я сегодня без автомобиля поэтому не привязана обратно возвращаться мне только нужно найти автобусную остановку поэтому я хожу куда хочу ну вот карабкаться наверх опять мне придется здесь довольно долго хотела показать вам цены на недвижимость вентнере но вот к сожалению я не вижу здесь цен вы видите цены где-то а вот вижу сто пятьдесят девять пятьсот пятьдесят два пятьсот четыреста двадцать пять сто шестьдесят пять сто семьдесят пять двести пятьдесят четыреста пятьдесят сто десять вот такой разброс цен триста девяносто пять двести двадцать пять бомбала вангала вангала